Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Через два года 1 евро подешевеет до 85 американских центов. Крах евровалюте предрекает Deutsche Bank. По их мнению, уже к концу этого года европейская валюта будет на одном уровне с американской. Одной из причин ослабления евро, по мнению аналитиков, являются низкие темпа экономического роста валютного блока. Безработица в еврозоне находится на уровне выше, чем в кризис 2008 года и составляет 11,2% по сравнению с США. Там безработица всего 5,5%. Помимо прочего, полностью еще не разрешился долговой кризис в Греции. Наверняка наши банкиры радуются. Но зря. Сначала экономику в России надо привести в порядок и рубль за одну. 15% россиян не исключают задержек зарплаты в течение ближайших месяцев. 5% в течение ближайших недель. А 9% говорят, что зарплату уже задерживают. Таковы данные опроса Левада-центра. Уменьшение заработной платы в ближайшие месяцы ожидают 16% респондентов. В ближайшие недели – 6%. У каждого десятого россиянина зарплата уже сократилась, показал опрос, проведенный 20-23 февраля среди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов России. В Турцию без загранпаспорта. Такое вполне возможно, если верны сведения, поступившие из Анкары. Министерство культуры и туризма Турции положительно расценивает возможный переход на прием российских туристов с внутренними паспортами и считает, что это будет способствовать увеличению турпотока из России в Турцию. Сейчас правительство Турции работает над системой дотации для российских туроператоров. В 2014 году Турцию посетили более 4 миллионов граждан России. Если так пойдет и дальше, то в скором времени Турция наконец-то официально станет всероссийской здравницей. Российский фондовый рынок открылся повышением котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1674 пункта. Лидеры роста – акции Мичелла, Распадской, Дикси и Россетей. Среди лидеров падения – бумаги НМТП, Новотека, Норникеля, Уралкалия и Магнита. Позитив на российском рынке происходит на фоне зеленого закрытия европейских площадах, а также роста фьючерсов на черное золото. Фьючерс на индекс S&P растет, на азиатских рынках преобладают покупки и только корейский индекс Коспи снижается. Курс доллара на 12 марта – 62,67 рубля, курс евро – 66,91 рубля. Золото стоит 2335 рублей за грамм, серебро стоит 31,80 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58 долларов 21 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.